Всем привет, друзья мои! Я с 8 часов утра уже на улице. А куда мы ходили? Ходила сегодня сдавать анализ крови и мочи. 3-2 года, наверное, я не проверялась. Что-то мне, думаю, давление в последнее время беспокоит. И решила посмотреть, что у меня изнутри. Подробности потом расскажу вам, как и что. Очереди нету. Все-все расскажу подробно, как вернемся домой. А сейчас вот мы пришли. Аж кем хочет тостер. Я отказалась, естественно. Я только кофе выпью. А он сидит, ждет на солнышке. Пока ему сделают тостер. Так что вот так вот. Так тепло. У нас уже весна в разгаре. Остальное все попозже расскажу. А вот и я, мои дорогие, сдала анализы. В понедельник будет ответ. Хотела к кардиологу, но с анализами уже пойду. Здесь у нас пошли мы к семейному врачу. Ну и сейчас мы для кофе и дома вам все расскажем. Да, мы возвращаемся. Этот тостер делали полчаса. Яйцо там есть внутри. Посмотрим, что. Ну так красиво подаю, да? Ну а я кофе пью. Кстати, одела сегодня платье. Оно на мне висит. Хотя я совсем не голодаю. Просто правильно начала питаться. И конфеты лопаю так же. Афетов с унашкой. Мы с Ашкой Ван вернулись. Он позавтракал. Я, конечно, не хотела завтракать. И расскажу вам, как происходит прием у врача, которому я так не хочу ходить. Так как сама много, наверное, знаю. Наверное, лучше не знать и легче жить будет. Чего страшного нет, со мной не происходит. Просто я хотела проконтролировать анализы. Я делаю каждый год, а тут я посмотрела два или три года. Два года я не ходила. Ну, для своего успокоения я хочу проверить, какой артрамбиновый индекс, сахар. Хотя у нас тоже есть аппарат, но что-то я никак не могу его открыть, возиться. И много хотела бы посмотреть. Холестерин в каком состоянии у меня. Ведь я же сейчас на диете, да? И заметно похудела. Это факт, то, что я похудела. Я сегодня взвесилась в аптеке с сапогами. Вот во всей этой моей одежде было 65 килограммов. И с сумкой, кажется, и с сумкой еще. Просто на ходу. Прыгнула на эти весы и посмотрела 65 вместе со всем моим багажом. Встали в 7 часов утра. Поликлиника находится возле нас, рядом. Были первыми, третьими по счету. Ашкин тоже записался там, какие-то лекарства выписал, антибиотик. Антибиотик выписывает только врач. Ну, на всякий слой пожарный, чтобы было дома. И я, значит, сама шла вместе с Ашкином. Мужчина, врач не наш врач, у нас женщина, семейный врач, но ее сегодня не было. И он спросил, на что вы жалуетесь. Я ему объяснила сама. Мой муж сидел, вообще ничего не сказал. Вы представляете, мой врач понял. Значит, кто-то говорит, что я не знаю по-турецки, но я умею общаться, мне это достаточно, чтобы пойти к врачу. Ашкин просто был для того, для страховки. Там для страховки был у меня. А так я все объяснила. Он ничего не добавил. Объяснила, что у меня, ну, бывает давление. И хотела бы проконсультироваться, сдать анализ крови, мочи и проверить полностью себя. Я сказала, у меня стаж медицинский, столько-то лет. Они только смотрели, все. Говорит, идите, говорит, в очередь станьте. Кровь как берут у них? Вот я сколько раз говорила, я не знаю, почему у нас так. Может, это то, что государственное или что. У меня даже веды стали хорошие. В Турции. Раньше в Грузии у меня целая проблема была попасть в вену. Она без жгута. И она у меня хорошо сразу взяла кровь. Она посмотрела пальчиком, где моя вена, не обработала ничем, ввела иглу, взяла кровь и сухой ваткой приложила мне. Все. У нас в Грузии настолько все это на высшем уровне. Нам дают стерильные баночки. Мы берем вечером и утром приносим мочу, которая после 6 часов первая. Вот это главное. А тут все по-другому. Ну, в Турции все здоровые люди, я смотрю. Никаких претензий не предъявляю. Я говорю то, что было со мной. Ну, я, естественно, вышла быстренько антисептиком на ватку этот, облилась кровью, тут у меня остановилась. А мой муж быстро-быстро говорит, выходи. Я говорю, что случилось? А он говорит, там зашел человек с ковидом. Говорит, я ему, кажется, ковидом тест негативный, но мне так плохо. Сколько дней, говорит. И поэтому выбежали мы на улицу, вот зашли в аптеку, купили все препараты. И вот так вот мы дошли. Сейчас вообще хорошо так вот с утра вставать. И, ну, у меня какое-то состояние полусонное. Видно, надо привыкать мне, да, к этому режиму. Мой муж сегодня, из-за того, что он боялся проспать, не встать со мной, он вообще не заснул. Но он у меня 2-3 раза днем отдыхает, спит. И вот он сейчас лег спать, а я пойду сейчас заниматься своими делами. Обед у меня есть. Я приготовила вчера этот суп, я даже к нему не притронулась. Салат есть, половина салата. Ну, вот и все так. Я сейчас пришла быстренько, покушала киви. Одну штуку выпью сейчас мою кофе и побегу. Не побегу, а пойду спокойным шагом. Потому что пока анализы и ответы будут готовы только в понедельник. И будет, придет моя врач. Рядом была другая больница, поликлиника. Более там специализированные специалисты есть. В этой поликлинике 2-3 врача семейных, а это уже специализировано. Но если мне понадобится кардиограмма, конечно, я пойду рядом в другую больницу. Но вот так вот у меня завершился поход. А вам желаю прекрасного настроения. Такая погода шикарная. Настроение у меня замечательное. Несмотря на то, что многие пишут гадости, ну, пишите. Я не реагирую на вас. Я вам желаю всем счастья, мои дорогие. Если вы обращаете внимание на мою неграмотность или еще что-то, значит, вам нужно счастье. И оно к вам придет. Вы не следите за моей речью. Я пишу грамотно. Я, может, произношу неграмотно. Потому что я нахожусь в Турции. Я общаюсь с турецким мужем. У меня три языка. Все перемешано. Я ни один язык не знаю грамотно. Но я пишу грамотно. Смотрите мои посты, читайте мои статьи. Потому что я вот помню, как это сделано. Но то, что я вот иногда произношу, может быть, вы правы, я неправильно произношу. Я сама за собой замечаю это. Но все-таки у меня канал уже не изучение русского языка и литературы. Не так ли? Я показываю жизнь и все. А вам спасибо вам за замечание. Желаю вам счастья, любви. И будьте немножко позитивными людьми. А вы смотрите дальше, чем я буду заниматься сегодня. Мои дорогие, мы по дороге зашли в шок магазин. И вот я сделала небольшие такие покупочки. Ну и расскажу, что и почем. Курочка вот такая. 25 лир обошлась. Здесь кило с чем-то. Кило 750 почти. Купила я себе такой лор пинир. Это творог в Турции. Бывает он разных видов. Но не знаю, этот не пробовала. Попробую. Стоит он 4,95. Я от похудения, ну не от похудения, он перебивает этот чай аппетит. Пью вот такой чай. Сейчас купила с абрикосом вкусом. Приятно пьется. Стоит он 7 с чем-то. 7,50. И вот я взяла для бурека уфку такую. Очень удобная. Она стоит 3,95. 4 лиры. И вот я немножко возьму сыр. Немножко возьму творог. Помешаю и закручу такие буреки. Вот, мои дорогие. Пришла домой. Естественно, я ничего сразу не поела. В 2 часа вот пообедала. Покупки вам показываю позже. Поела я суп и доела салат чуть-чуть там. Вот на сегодняшний день моя еда. И вот я помыла себе клубничек. Отварила кофе. С шоколадкой выпью. Наверное, филе уберу. Остальное все отварю. Может, завтра себе приготовлю отварную курицу. И на несколько дней. Уважка моя сегодня хашлама. И обед есть. Готовить сегодня не нужно. Не думать об ужине. Дэр сразу отключился. А я занялась сегодня уборкой. Мужу сказала, говорю, давай, может, спрятать все вещи теплые. Он говорит, пока не стоит. А то хотела перемыть сапоги, обувь свою зимнюю нашу. Вот такой он у меня сегодня ужин. Творог с йогуртом и медом. Думала, не буду кушать, а проголодалась. У нас похолодало. Правильно Ашкем сказал. Не надо прятать зимние вещи. Может, еще понадобится. Вот сейчас приготовила себе йогурт с творогом. Буду кушать. Такая отключенная. Была на вебинаре. Под конец чуть не заснула. Конечно, 7 часов. Наверное, я сегодня пораньше отключусь. Посмотрим, что и как будет. Эндер проснулся 5 часов. Говорит, очень хорошо поспал, довольный. А у нас погода меняется. Вот такие вот у нас дела. Кстати, забыла, что завтра суббота-воскресенье. А я так распланировала, что пойду гулять. И пошла сегодня. Придется сидеть дома. Хлебом запекать. Паслись. Продуктами запаслись. Будем отдыхать. Ну, отдыхать как я отдыхаю. Я работаю очень много, вы сами знаете. Для вас. Загружать новые видео. Не так ли? Очень слово люблю. Не так ли? Сейчас мы чай будем. Аж меня знобит. Как я замерзла. Накинула кофточку. Ну, все, мои хорошие. Ставьте лайки. Подпишись на мой канал. Нажми на колокольчик. И на все уведомления.